Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные. Разумеется, хочу воспользоваться возможностью пожелать вам хорошего времяпрепровождения. Ну и, конечно же, чтобы вы собрались силами и вернулись в понедельник к очередным новым спекуляциям на финансовых площадках, которые составляют, собственно, основу нашей каждодневной деятельности на финансовых рынках. Но прежде чем уйти на выходные, нужно, конечно же, закончить эту неделю и отыграть макроэкономический отчет, который только впереди. Это данные по индексу потребительских цен еврозоны. С самого начала я отводил этой статистике очень важное значение с точки зрения перспектив той же самой программы количества смягчения. И сегодня, собственно, у нас будет возможность понаблюдать за фактическим релизом, за конкретной цифрой и, разумеется, уже прийти к выводам касательно того, будет ли все-таки европейский мегарегулятор действовать через дополнительные раунды экономических стимулов, в которых объективная экономика очень нуждается. Но обо всем давайте поговорим по порядку. Напомню, что в ходе сегодняшнего брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках АМАФИТС. Воспользоваться этим бонусом можно будет вплоть до следующего брифинга. То есть, по сути, у вас есть полноценные торговые сутки и еще выходные, чтобы принять решение о повышении покупательской способности вашего депозита. Кодовое слово обозначу либо в середине брифинга, либо уже традиционно ближе к концу. Ну и, разумеется, советую вам быть внимательными и не упускать эту возможность. Ну а теперь давайте переходить к нашим традиционным финансовым активам, с которых мы начинаем каждый брифинг. Это означало описание ситуации, характерной для позиции черного золота. На текущий момент бренд торгуется на уровне 48,70, и мы видим то, что понижательное давление на этот актив сохраняется. Вчерашняя торговая сессия была для нас и для всех инвесторов, которые специализируются на трейдинге нефтью, очень интересная, поскольку мы следили за официальными данными по запасам нефти в США, и до этого прогнозировали, что, учитывая обстоятельства, связанные с недостаточной загрузностью производственных мощностей, есть риски того, что запасы будут расти. И, в принципе, судя по фактическим цифрам, напомню, что днем ранее мы анализировали данные от Американского института нефти, и вот, собственно, вчера это уже официальная статистика. От Американского института нефти стало ясно, что запасы выросли больше, чем на 9 миллионов баррелей. Что касается вчерашней уже более объективной статистики, также рост запасов и на серьезную величину – 7,5 миллионов. Таким образом, можно говорить о том, что параллельно растут и запасы в главном нефтераспределенном хабе в Кушинге в США, оказывается параллельное давление на прочие энергетические хабы, и в целом мы видим, как запасы полномерно продолжают приближаться к своим номинальным уровням, что создает долгосрочную предпосылку для постепенного ослабления этого актива и дальше. Напомню, что наша долгосрочная идея направлена на возможность снижения позиций бренда, и, собственно, учитывая тот новостной фон, те актуальные, скажем, данные, сообщения о фундаменте, у нас, по сути, каждую неделю появляется дополнительный повод, который позволяет нам делать ставку на то, что эта коррекция будет сохраняться, и мы находимся в верном направлении. Видим, периодически происходят локальные выпады. Самое главное на них, как говорится, сейчас не реагировать, несмотря на то, что они могут быть даже весьма значительными. В частности, последний выпад был, скажем, связан с тем, что бренд практически умудрился добраться до уровня 55, и, соответственно, если мы этот восходящий импульс переведем в процентный эквивалент динамики нефти, получится, что бренд действительно на одних только ожиданиях преодолел больше 10%, то есть набрал больше 10% собственной стоимости. После этого пошла коррекция, и видим то, что уже эти 10% рынок снова вернул, продолжая, соответственно, полномерные снижения в районе 45 долларов за баррель, который мы, скажем, отметили, уровень, который мы отметили в качестве нашей ближайшей цели. Помимо роста запасов, на что сейчас стоит еще обращать внимание? Я уже отмечал тот факт, что впереди у нас очень интересная неделя, прежде всего тем, что буквально с самого начала следующей пятидневки у нас будет возможность посмотреть за актуальными цифрами по Китаю, и речь пойдет о самом важном отчете, это темпом экономического расширения. Напомню, что последние макроэкономические релизы, которые мы анализировали по экономике Поднебесной, явно настроили нас на негативный лад того, что хороших цифр лучше не ожидать. И я думаю, что если будет прирост, это станет, скажем, чем-то абсолютно сейчас непредсказуемым и неожидаемым с точки зрения, опять же, тех тенденций, которые характерны для этого региона. И хорошая статистика, она маловероятна. Лучше делать ставку на то, что ВВП просядет, и, соответственно, на рынке снова вернутся опасения за устойчивость и стабильность функционирования экономики Китая, и, соответственно, опять же, по принципу цепной реакции всего мирового экономического рынка. Если цифры больше будут, скажем, даже разойдутся с прогнозной слабой оценкой, серьезно, и вероятность этого присутствует, снова повысится спрос на защитные инструменты, и снова на рынке будет актуальна та идея, которая будет направлена на рост японской иены, на укрепление франка и золотого актива. Поэтому евро может оказаться здесь также в фаворе, поскольку, напомню, что европейскую валюту используют как инструмент для финансирования и фондирования операций Carry Trade. Что касается наших вчерашних ориентиров, я уже отмечал, что если торговать, опять же, европейской валютой, есть серьезные предпосылки сейчас дождаться, опять же, актуальных цифр по Китаю, потому что эта статистика может стать определяющей для дальнейшего опобедения главного валютного риска. И если мы увидим слабые данные, еще раз повторяю, евро сможет продолжить рост, но я думаю, что это будет краткосрочный эффект, поскольку все-таки долгосрочные факторы, они более определяющие и более сильные. Поэтому, если среди вас есть, соответственно, те трейдеры, которые хотят рискнуть и попробовать использовать потенциал возможного роста, здесь, как я уже констатировал в ходе прошлого брифинга, можно попробовать покупки с уровня 1.14. Сейчас мы видим то, что актуальные котировки по евро-доллару ниже, поэтому есть возможность, соответственно, зайти в краткосрочную сделку. А что касается долгосрочных трейдеров, здесь все без изменений, и, соответственно, ждем дополнительных шагов от Европейского Центрального Банка и готовимся к долгосрочным продажам главного валютного риска. Ну, в общем, о европейской валюте мы еще поговорим чуть позже, давайте не будем нарушать наш привычный сценарий. Что касается Brent, еще раз повторяюсь, на фоне тех данных, которые мы получаем в последнее время, рост запасов на фоне ожидания слабой статистики, продолжаем верить в то, что потенциал коррекции еще не исчерпан. Рубль. Актуальные котировки 61.46. Рубль укрепляется на фоне, опять же, коррекции цен на черное золото. То есть здесь корреляция сейчас не работает. Очень странно, хотя я думаю, что, опять же, фактор с корреляцией обусловлен, опять же, ослаблением позиций доллара. Ситуация рискует измениться в самое ближайшее время, потому что тот уровень соотношения цен, который мы сейчас наблюдаем в котировке пары USDRAP и, соответственно, стоимости золота через обычную математику позволяет нам также быстро провести конверсионную сделку, то есть умножить актуальный курс на стоимость Brent, получается 61.46 умножаем на 48.70, и получается в рублевом эквиваленте стоимость барреля нефти 2993 рубля. Это очень мало. Напомню, что минимальным для более-менее стабильной бюджетной конструкции в плане доходов для России является цифра в 3.300 рублей. Поэтому ждем ослабления российской валюты. Я думаю, что как только трейдеры перестанут обсуждать возможную поддержку в связи с налоговым периодом и, разумеется, вернуться на те реалии, которые характерны с точки зрения динамики черного золота, то все поймут, что рубль сейчас даже перекуплен, ему стоит находиться, соответственно, пониже против своих основных конкурентов доллара и, соответственно, европейской валюты. Поэтому ждем очередного века девальвации и движения пары USD-RUB выше 65 против доллара. Идем дальше. Европейская валюта, как я уже отметил, актуальные котировки 1.1375. До этого мы увидели активное бычье ралли по главному валютному риску против американца. И буквально в ходе азиатской торговой сессии вчерашнего дня был полностью сменен вектор движения, траектория, поведение, соответственно, европейской валюты евро стало активно корректироваться и потерял достаточно много в рамках одной торговой сессии. Сразу стоит отметить, опять же, причины этой коррекции. Ну, во-первых, это технические факторы, особенно после такого бычьего ралли, которое мы наблюдали до этого. Действительно, несколько торговых сессий фактически без какого-либо существенного отката. Второй фактор, более определяющий, мне кажется, это комментарии представителей Европейского центрального банка, а по совместительству еще и руководителя Банка Австрии, Ивальда Наводна, который отметил, что экономика валютного блока явно не сможет справиться с текущими рисками дефляции без дополнительной поддержки. И, разумеется, речь снова пошла о возможном расширении программы количественного смельчения. То есть, Наводна констатировал тот факт, что структурные реформы сейчас необходимы, и Европейский центральный банк должен быть более решительным, потому что в конечном счете бездействие на текущем этапе может привести к тому, что индекс потребительских цен заберется на такую отрицательную территорию, с которой вытащить этот показатель будет уже очень сложно. Разумеется, подобные формулировки со стороны высокопоставленного европейского чиновника добавили оптимизма тем трейдерам, которые надеются на возможные шаги со стороны европейского мегрегулятора и не отказываются от идеи долгосрочных продаж главного валютного риска. Я напомню, что потенциал для коррекции долгосрочного формата евро все еще по-прежнему очень существенен. И после вчерашних вербальных, по сути, заявлений со стороны Наводны у нас есть серьезные основания полагать, что в ходе следующего заседания, ближайшего заседания ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе, 22 октября, мы сможем услышать что-то очень интересное, опять же, для коррекционного будущего главного валютного риска. Против европейской валюты вчера выступили и сильные макроэкономические данные американского происхождения, в частности, это данные по инфляции. Но предлагаю подробнее обсудить этот отчет, когда мы перейдем к перспективам, опять же, пары доллар-японская иена. В частности, хорошая статистика по США вчера стала причиной роста доходности американских облигаций, начал параллельно расти спред доходности между, соответственно, американскими бумагами и немецкими бунтусами, что в целом стало причиной повышенного спроса на те активы, которые номинированы в долларах, и, разумеется, поддержало позиции американцев против, разумеется, главного валютного риска. Сегодня у нас отметил я также в ходе отчета то, что нас ожидает статистика с, скажем, статусом X, потому что речь идет о данных по индексу потребительских цен. Этот отчет будет опубликован буквально через несколько часов в 12.00 по московскому времени, и он касается, опять же, европейского региона. Напомню, что до этого какого сценария придерживались мы? Мы смотрели за данными по инфляции отдельно взятых регионов валютного блока и, прежде всего, делали особую ставку на Германию. И если видели, опять же, присутствующие факторы рисков о снижении этого показателя, то также проецировали, транслировали эту слабость на уже в целом общий обсчет по индексу потребительских цен еврозоны. Такого сценария нужно придерживаться и сейчас. В начале недели мы получили уже подтверждение снижения индекса потребительских цен ведущего локомотива валютного блока, а значит, у нас есть все основания полагать, что и общий показатель по инфляции в рамках еврозоны будет также продолжать оставаться на отрицательной территории, а может быть, даже тяготить к еще более низким значениям. Слабые данные по инфляции создают серьезную угрозу для потребительского спроса и, судя по тем показателям, характеризующим экономику ЕС за последнее время, это потребительская активность, роничные продажи, темпы экономического роста. Здесь в целом картина явно вырисовывается, складывается такая мозаика, указывающая на то, что валютный блок действительно сейчас переживает не самые лучшие времена. И, прежде всего, нужно решить проблему с крайне низкой инфляцией, точнее, даже ее отсутствием, потому что по итогам прошлого отчета мы уже фиксировали тот факт, что отчет находится на отрицательной территории. Другими словами, нужно реанимировать потребительский спрос через постепенное восстановление индекса потребительских цен. Нужно, чтобы он вырос. И, разумеется, снова возвращаемся к вопросу, касающимся инструментов, которые будут направлены на подъем этого показателя. Программа количественного смягчения. В общем, ждем 22 октября, ждем прорывных решений от ЕЦБ, ну или, по крайней мере, намеков того, что эта программа может быть расширена до конца 2015 года. Для нас это, конечно же, будет тем фактором, который позволит вздохнуть в полной груди, потому что нам очень хочется, конечно же, реализовать коррекционный потенциал евро, потому что последняя сделка, которую мы закрыли, принесла нам достаточно неплохой убыток. В общем, нужно его, конечно же, отыграть. Я думаю, что коррекция главного валютного риска позволит нам это сделать. Идея. Еще раз повторяю, что впереди у нас все-таки, помимо сегодняшнего отчета по индексу потребительских цен, данные по Китаю, они могут снова внести свою лепту в текущую динамику и стать причиной усиления позиции главного валютного риска. Поэтому, как срочно, небольшим объемом можно попробовать прокатиться еще вверх по евро против доллара, но долгосрочно не отказываемся от нашей идеи, предполагающей ослабление европейской валюты против доллара. И использовать для вновь занятия коротких сделок по этому тандему валютных активов можно уровень 1.13. Идем дальше. Доллар японская иена. Вчера вышли данные по инфляции. Это важнейший отчет, на который сейчас нужно уделять максимум внимания, потому что именно слабые показатели по инфляции для многих голосующих членов ФРС стали причиной, вследствие которых они не отдали свои голоса за нормализацию денежно-кредитной политики. Вчера, судя по прогнозам, большинство участников рынка настраивалось на то, что инфляция просядет и, соответственно, создаст еще больше рисков и давления на решения, касающиеся ужесточения монетарной политики. Но по факту отчет не оправдался с точки зрения негатива. А вот для тех, кто делал ставку на рост доллара, напротив, вчера, скажем, рынок подарил ту самую надежду, которую сейчас нужно иметь в виду, продолжая делать ставку, опять же, на рост американца. Индекс потребительских цен без учета стоимости продовольственных товаров вчера вырос, достигнув уровня 1.9% против прогноза 1.8. Годовой показатель по индексу потребительских цен прогнозировалось то, что он уйдет в отрицательный сектор и повторит тем самым те тенденции, которые характерны сейчас для, по сути, и еврозоны, и Англии, то есть реализованные риски дефляции. Годовой показатель не ушел на отрицательный сектор, а удержался на положительной территории. Поэтому негатива на рынке как такового не появилось, и я считаю то, что, опять же, вчерашний отчет, напротив, нужно интерпретировать как очень неплохой бычий сигнал для будущих темпов восстановления дальнейшего американской экономики, соответственно, присутствующих надежд на то, что ФРС до конца этого года все-таки пойдет на повышение процентной ставки, ну и, разумеется, это будет создавать хорошие условия для роста американца. А сам факт того, что стали активно расти и доходности американских трежерис, также подтверждают те, скажем, тенденции, которые предполагают сохранение импульса восстановления американской экономики. После данных по индексу потребительских цен состоялись конференции Дадли и Лоретта Мейстер, это также руководители региональных ФРБ. В общем, чтобы не тратить сейчас время на конкретно их повестку обсуждений, и, соответственно, конференции стоит просто констатировать, что, как мы и ожидали, было сделано массу комплиментов в отношении американской экономики, и в целом их общая позиция предполагает готовность уже США к повышению процентных ставок. В частности, если говорить про Лоретту Мейстер, она явно готова отдавать свой голос, отдать свой голос за ужесточение монетарной политики и нормализацию денежного кредитного курса вот уже в ходе следующего, соответственно, голосования по этому вопросу. Плюс ко всему, вчера были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, здесь отчет очень хороший, по факту 255 тысяч новых обращений против прогноза 270. И снова неделя очередная, которая позволяет нам добавить в общий тренд позитивных отчетов американского рынка труда, то, что заявка держится ниже 300 тысяч уже на протяжении более чем 40 недель, и, опять же, цикл самый продолжительный за последние, наверное, уже лет 35. Разумеется, такая статистика только создает дополнительный позитив для решения по ужесточению монетарной политики, но и в целом говорит о том, что доллар явно не будет уступать, ну, много, по крайней мере, пунктов, не собирается это делать своему основному конкуренту в этом тандеме, то есть доллар и японская иена. Хотя здесь, опять же, не стоит забывать о том, что у нас данные по МВП Китаю впереди, и если эта статистика будет расчетовывающая 99%, то локально мы снова сможем увидеть интерес именно к японскому валютному активу. Но долгосрочно наша позиционная картина не меняется. Разумеется, ждем пару USD иена выше уровня 121.50 и, соответственно, возможность даже тестирования сопротивления в районе 125. А фунт актуальной котировки 1.54.64, видим то, что навслед за евро пошла коррекция после чрезмерного ралли. Я очень надеюсь, что в отношении британской валюты будут действовать еще и фундаментальные факторы. Мы этой теме уделяли много внимания, отметив то, что куда больше рисков сейчас для ослабления потенциального долгосрочного фунта, потому что даже несмотря на рост заработных плат, мы все равно видим то, что индекс потребительских цен находится на крайне низких назначениях и без того, чтобы этот показатель поднять, вообще не стоит обсуждать возможности ужесточения монетарной политики. Поэтому обсуждаются даже новые меры экономических стимулов в EUG. Если индекс потребительских цен зацепится за отрицательные значения, значит спекуляции на тему доп. экономических стимулов будут только усиливаться. Поэтому хочется, конечно же, верить в то, что трейдеры будут более, скажем, внимательно отслеживать актуальный новостной фон и, наверное, вернуться к той логичной картине, которую сейчас нужно закладывать в дальнейшие ожидания по ценовой динамике британца. Я полагаю то, что потенциал коррекции еще не исчерпан, поэтому можно дождаться, опять же, и движения пары на фунт-доллар ниже уровня 1.52 в район 1.50. Попробовать для этого снова можно отложку, опять же, с уровня 1.53. Напомню, что текущая актуальная котировка 1.54.64. Для более рискованных трейдеров, может быть, даже следует рассмотреть возможность продажи и с уровня примерно 1.53.50. Еще хотел пару слов сказать про австралийца. Актуальные котировки 0.72.85. Мы видим то, что сегодня на азиатской торговой сессии австралийца активно снижается. В частности, давление на австралийца, опять же, объясняется действиями прочих банков, которые последовали вслед за Вестпак и стали поднимать ставки по ипотекам. Еще раз напомню, что сознательное ужесточение монетарной политики в рамках уже национальной австралийской банковской системы может заставить Резервный банк Австралии смягчить эту ситуацию, поскольку, разумеется, им нужно думать о стабильности финансовой системы. И если коммерческие банки начинают задевать процентные ставки, нужно, разумеется, создать те условия, которые будут комфортны для коммерческих банков со стороны уже национального мегарегулятора и позволят им не прибегать к этим радикальным решениям. То есть, речь идет о потенциальном снижении ставки рефинансирования. Мы, собственно, ждем этот шаг уже до конца этого года. И, соответственно, он непременно должен позволить и нам, вместе с теми участниками рынка, которые делают долгосрочную ставку на ослабление австралийца, прокатиться снова до поддержки 0,70, а может быть, даже уйти и еще ниже. Собственно, на этом все. Еще раз напомню, что главный отсчет сегодняшнего дня в 12.00 по московскому времени – это индекс потребительских цен по еврозоне. Его ни в коем случае пропустить нельзя. Кодовое слово на сегодня – индекс и величина бонуса 7%. Если есть вопросы, конечно же, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго. До свидания.